Одноклассники, педагоги, друзья, родные и близкие. В стенах школы номер два вспоминали Станислава Бережнова. Здесь он окончил 9 классов, потом поступил в Тобольский рыбопромышленный техникум, а после в Новосибирскую и Государственную академию водного транспорта. Трудовой путь начинал с простого мастера и дорос до главного инженера. Но главное, Станислав всегда был добрым и отзывчивым, вспоминают друзья. А когда началась специальная военная операция, принял твердое решение встать на защиту своей родины. Он был настолько добрейшим человеком. Мы дружили, мы общались. Вот сейчас я сижу и вспоминаю, что мы вместе рисовали стен газеты, готовились к классному часу, к мероприятиям различным. Когда-то еще были у нас печатные дневники, он не любил это делать. Вот сейчас я вот именно вспомнила, что я заполняла ему этот дневник с огромным удовольствием. Поэтому сегодня это, конечно, настоящая потеря для нас. Перед отправкой в зону проведения специальной военной операции Станислав прошел подготовку в Чечне. Он уходил не через военкомат города Тобольска, подписал контракт. Но, как мне информация поступила, где-то в июне месяце. В конце июня, начале июля он уже подписал контракт и убыл на территории Украины. 11 августа 2022 года Станислав погиб. А 9 ноября указом президента Российской Федерации он посмертно награжден орденом мужества. Награду героя из рук главы города Тобольска Максима Афанасьева получила мама Станислава – Равья Алимовна. Воспитать героя – это подвиг для матери. Безусловно, мы вложили все самые лучшие качества своего сына. Мы гордимся Станиславу. Вечная память и вечная слава герою. В марте на стене школы номер 2 появится мемориальная доска в память о герое Станиславе Бережном. Юлия Никифорова, Мария Гребенюк, Михаил Куричко, Тюменская служба новостей.